Представляю вас на красном углу. Ему 26 лет. Рост 185 см. Его вес составил 77,4 кг. Профессиональный рекорд. 5 побед на 1 поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Омск. Россия. Аганес. Восканян. Шамхан. Его соперник в красном углу. Ему 27 лет. Рост 176 см. Его вес составил 77,2 кг. Профессиональный рекорд. 6 побед на 2 поражения. Базовый стиль ММА. Он из города Грозный. Россия. Шамхан. Аганес. Рефери Ирихан Шибилов. Ну, круто. Если так простыми словами, действительно ярко идет турнир. Ну и, собственно, ожидание от каждого следующего боя. Потому что, как минимум, планку этого турнира бойцы не уронят. Ну и, в общем, у нас есть все основания так думать. Ну и, знаете, насколько я знаю, для Шамхана Данаева этот поединок тоже во многом определяющий. В случае сегодняшнего успеха, ну, наверное, еще будет зависеть от того, насколько убедительно он победит. Большая доля вероятности, что получит он контракт в основной лиге. Куда он, в принципе, стремится. Но Шамхану 27 лет. Естественно, вот здесь эти 2-3 боя, они промежуточные. Естественно, он хочет туда. В высшую лигу. Он уже давно не юный орел. Да, и вообще он черный волк. Это его позиция. Ну, а, собственно, его оппонент из Омска, Восканян, уже отмечался победами над очень сильными спортсменами. И, несмотря на то, что у него только 6 боев, ожидания от него только, ну, самые высокие. Для него это шанс хорошо заявить о себе и здесь, в этой лиге. Да, почему нет? Наверняка он тоже думает о том, чтобы подписаться туда, наверх. Да, вполне вероятно. Но для этого у обоих есть сегодня очевидные шансы. И все в их руках, ногах и прочих... Чистях тела. Ну, да. И в голове, который самое время воспользоваться и реализовать задачи на сегодняшний тур. Подсказывает шаману из зала самому прессинговать. Ну, кстати, здорово. Очень симпатично всегда, когда вот так вот после правого оверхэнда хорошо выходит через нырок. Тем самым, оставляя себя вне угрозы для ответных ударов. Ну и проход две ноги. В общем, все по классике. Интересно, что в центре, ну, что называется, в поле, как бы, проход был сделан. Поэтому... И сейчас в полгар, да, боковой контроль пытается зайти. Шаман Данаев. А тут мы видим, что Аганес Воскян... Восканян, конечно, попытался взять на Кимуру. Неудачно. Да и мне кажется, что он пока просто старается больше удержаться на боку. Для того, чтобы за счет этого люфта и некой собранности такой спины и пресса попробовать что-то придумать. А что он будет придумывать? Ну, если плохо идет, то пробовать просто через креветку взять гард. То есть обнять соперника ногами. Если хорошо будет идти, ну, так встать. Пока он просто создает для этого люфт. Ну, в общем, все логично, все разумно, все правильно. Ну, и не получается пока у Данаева активно работать сверху. Потому что тут либо занимать позицию, либо бить. Либо очень быстро чередовать эти попытки. Так, ну, Восканян, видимо, уже согласен на то, чтобы взять гард. И пробует делать именно это. Именно вставать он уже не пытается. Вот сейчас работа коленом по корпусу. Пока что развивать, да, Шамана, удерживать очень непросто соперника. Восканян видно, что физически серьезно сопротивляется. А другой вопрос, что сейчас он у него и силы. Вот так вы говорили, отмечали, вспоминали слова Александра Карелина. Вот он заставляет покидать силы соперника Шамана своими действиями. Ой, как здорово. Смотрите, чуть распятия не взял. Однако, очень здорово ответил Восканян, сориентировался и улучшил позицию до положения гарда. Что, в общем, не сказать, что предел мечтаний, но, тем не менее, сильно лучше того, что было. Ну, а время идет, собственно, осталось уже меньше минуты. И время это идет, Бульжио Данаева. Вот сейчас чуть-чуть улучшает, да. Шаману вот сейчас от удара добавить самой концовки, чтобы загвоздить этот раунд за собой. Хотя он, наверное, так его забирает, но чуть ущерба, чтобы где-то нанести сопернику. Это тоже очень важный момент. Да, ну что ж, в принципе, дождались. Дождались мы конца раунда. Понятно, что уже особенно ничего не произойдет. Да, ничего и не произошло. Но, понятно, стали сильные стороны бойцов. И примерный возможный ход, ну, рисунок поединка. И вот лучшие моменты. Хорошие угловые, серьезные угловые у Шамхана Данаева. Там и Шамей Жабулатов, там и Мелоди Дакаев. Известные. Все по-взрослому. Самые слабые бойцы в российском раунде. Да, и у Ганесса Восканяна, собственно, угловые, тоже явно знакомы с единоборствами. Поэтому, ой-ой-ой, здорово. Кстати, на что хочется обратить внимание. В первом раунде, до того, как все превратилось в борьбу, было очень много апперкотов со стороны каждого. И часть из них проходила. Это здорово, потому что мы видим в большинстве поединков, что апперкот является дополнительной такой частью. А основная, это всегда прямой и боковой. С уважением друг к другу относятся бойцы. Да, что Ганесс Восканян очень неплохо, вот стойкий работает. Да, он готов подраться. В первом раунде мы это видели, и во втором. У него хорошие конечности, длинные. Он умеет хорошо поддавливать. И опять обратить внимание, что он держит голову над передней ногой. То есть он несколько вызывает на себя своего оппонента с одной стороны, а с другой его удары находятся ближе к бойцу. То есть он настроен именно на контакт. Ну здесь сейчас серия такая хорошая, но все будет практически. Ну или в блок, да. То есть возможно это конечно служит для того, чтобы соперник начал поднимать руки и дальше было проще попадать ему в корпус. Ну это как бы классика. Ой, отличная, шикарная Ушито Маваши в японской терминологии. То есть удар ногой с разворота в голову. Кстати, мне кажется, что для Данаева выигрышным было бы потихонечку накидывать, да, левый боковой. Потому что у Восканяна, как мне кажется, регулярно опускается правая рука. Ну справа он до этого, в предыдущем эпизоде зацепил, кстати. Да, отлично, правый боковой. Хорошо сблизился. Видимо, есть задача у Шамгана на середину раунда вести в стойке, а потом переводить. В первом, например, то же самое мы видели. И вот сейчас, возможно, я смею предположить, что будет то же самое, по крайней мере, попытка. Ну да, как только Восканям почувствует себя в достаточной безопасности от условно проходов, вот он неожиданно и случится. Хороший лоу-ки, тут нас встречал. Хорошая двойка в ответ. Ой, какой шикарный боковой. Причем зацепил, да, в цель пришел все. И весь корпус так и заложил в это движение. Здорово. Ну, попадает. Вот мы видим, что если брать технику, где-то, наверное, Аганес техничнее. На дальней дистанции точно. Да, но на акцентированных ударах больше пока нанес Шамган. А вы знаете, я бы немножко поделил именно дистанцию. Вот на дальней дистанции омский спортсмен очень хорошо себя чувствует. А вот на средней ближней не меньше, а местами и больше успешных эпизодов именно у Данаева. Ну, это, наверное, понятно, да, логично, потому что повыше Аганес. Причем, да, на 9 сантиметров. И, естественно, конечности, они тоже у него длиннее. И это все сказывается. Да, да. Не получилось в данный эпизод. Кстати, я согласен с тем, что, вероятно, именно такая установка была на этот раунд. Ну, не получилось перевести, однако зажать к стене вышло. И потихонечку сейчас пробовать набирать преимущество за счет колена рук. Ну, почему нет. Клинч у сетки прессингует Данаев. Сканян пока больше защищается. Да и не видим прям таких сверхсерьезных попыток от Шамгана перевести соперника. Ну, а зачем? Попадания были некоторые. Вот все-таки в конце он очень неплохо попадал с рук апперкоты боковые. Сейчас просто прижимать, побить немножко. Ну, условно, концовка на чуть-чуть, но в его пользу. И, собственно, вот так уже второй раунд можно свою копилку записать. Давай, 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 давай. Три секунды. Да, уходи, уходи. Да, еще слава. Ой, молодец. Ничего себе. Вот это да. Вот так взорваться. Вот так взорваться. И, кстати, обратите внимание, как, несмотря на такие хорошие попадания, Данай все равно оказался не просто сверху в Баунте. Ситуация для него была крайне опасной, но... Ну, кстати, вот тут вот именно угловые Восканяна погнали в атаку. И атака получилась. Ну, немножко потерял концентрацию. Давайте смотреть. Восканяна погнали в атаку. Ну, что, крайне интересный, честно говоря, поединок именно с точки зрения двух талантов. За каждым крест наблюдать. Примерно понятно, сильные и слабые стороны каждого. В борьбе явно поуспешнее именно Данаев. На дальней дистанции в ударной технике Восканян работает очень хорошо. А вот на средней ближней уже территория спорная и частично может быть в пользу Данаева скорее. Так что джебы, почтальоны, раскидка на два уровня. Такие вот удары ногами. Это для Восканяна сейчас в этом третьем раунде, наверное, приоритет. Ну, а так-то по ощущениям, вроде как Данаев первые два раунда забрал. Хотя вот сейчас очень неплохо и активно начал траунд Аганес Восканян. В Шамган слишком много пятится назад. Это, конечно же, не есть хорошо. Ну, он нисколько, в прямом смысле, пятится. Он все-таки отступает, дает возможность человеку, оппоненту, скорее воздух поднять. А здесь, вот видите, здорово так он практиковал. Ну и, кстати... Да, перевод очень важный, стратегически важный перевод. Да, потому что гипотетически, возможно, это начало конца. Для Восканяна, потому что я не помню, чтобы он в этом поведеньке, у него получалось вставать. Кстати, логично, да, сейчас ему из угла говорят, что отдавай спину, но вставай, рискуй. Ну, здесь, наверное, ли пан или пропан. Ну да, надо идти в Бабан. Надо идти в Бабан, потому что... Ну, собственно, а когда еще? Восканян эмоционально отключился. Говорит, что соперник сверху просто лежит. Ну, и это в целом правда. Но он же лежит, застыв в этой позиции, потому что идет борьба, а не потому что он не хочет ничего делать. Ну, пожалуйста, вот уже удар. Залазь, давай! Давай! Ты вышку лезь! Сейчас можем! Вставай! 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 Просто не можно, надо, вставай! Вставай! Вызывает активнее бить. А, конечно, уметь создавать люфты и выходить с таких сложных позиций, это отдельное большое мастерство. И очень полезный зачастую такой раздел для днаборства. И вот, посмотрите, как-то... Да, Аганес. Восканян. Рычит. Ну, и достаточно рычит, чтобы оказаться убедительным. И тут же сама переводит его. Ну, и, собственно, минуту 40. Да, все-таки эмоции, это не всегда хорошо, потому что они немножко мешают, зачастую, понимать происходящее. Казалось бы, подняли, да, стойку. Однако вот сразу же, сразу же... Ну, так как, может быть, немножко в эмоциональном раздрае сейчас в конце поведенца Восканян, сразу же получилась у Данаева за ней позиция. Да, и вот сейчас в углу как раз Восканяна Шанган включает одну на угол. Ну, да, захват взят на колени, в принципе. Ну, и, честно говоря, даже от того, что сейчас Восканян встанет, вот он успеет провести достаточно опасные действия, чтобы выиграть в этом поединке. Вопрос. Честно, очень интересный боец, и понятно, что духовитый, и понятно, что молодец. Но вот пока из того, что мы видим, Данаев его, конечно, переиграл. Ну, а здесь попытка удушающего. за 26 секунд до конца, это тоже хороший задел, в том числе и контроль тоже. 15 секунд уже ничего не надо делать Данаеву. Достаточно немножко побить чисто символически. может даже и не пить чисто символически, ничего, скорее всего, не поменяется. Один показал характер, другой показал победное выступление. Да, и сделал столько, сколько нужно было до этого. Да, поэтому наше уважение обоим. Наше уважение обоим. Ну, и сейчас дождемся официального вердикта. Ну, а вдруг он нас убедит? Удиви. Так, оба бойца на середину. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец красного ума Шархан Данаев. Свою честь настоять на рынке в Грозном. С вами был Игорь Негодаев.